В Алматы избитая вахтерша студенческого общежития требует строгого наказания для своего обидчика. Неизвестный напал на пожилую женщину прямо на рабочем месте и нанес ей десятки ударов. Пострадавшая рассказывает, она просто не пустила постороннего в здание и за это поплатилась здоровьем. Подробности из первых уст узнал наш корреспондент Денис Бракин. Куля Шамарова с ужасом вспоминает свой последний рабочий день. Рассказывает, как обычно дежурила на вахте общежития. В какой-то момент в здание зашел неизвестный и набросился на нее с кулаками. Женщина говорит, разъяренный молодой человек бил ее руками, ногами, таскал за волосы и кричал. Он сначала ударил меня по лицу, у меня лицо все прямо пухло, как два лица стало. Потом он мне схватил за волосы, бросил меня на землю и стал меня избивать сначала руками, потом ногами. Я вообще не могла понять, что вообще происходит. Если бы не мимо проходящие люди, мне бы не знали, что от меня осталось в этом. Все случилось еще на прошлой неделе. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина сначала пинает будку, затем врывается внутрь и жестоко избивает вахтера. Происходящее увидели жильцы общежития. Они оттащили хулигана и вызвали полицию. Я не знаю, почему он на меня напал. Я просто ему сказала, что нельзя входить в общежитие, потому что сейчас идет карантин. И он, видать, объяснился от этого, что я ему не разрешила зайти. И вот он решил на меня возместить свое зло. Сын пострадавший возмущен, что прибывшие на место полицейские вместо того, чтобы вызвать скорую, повезли его мать в участок для дачи показаний. Кроме того, говорит, изначально завели административное дело. Но уже на следующий день его почему-то закрыли. И только после скандала начали уголовное расследование. Мы зашли к следователю, и он сказал, что он ошибся, что это было не административное, а уголовное дело, так как у пострадавшей есть вред средней степени тяжести. И следователь тогда уже сказал заведите уголовное дело. Только после этого нам дали квиток, с него взяли показания. И вот мы до сих пор ждем, что будет дальше. Полицейские установили личность подозреваемого. Это 30-летний мужчина. Сейчас ждут результатов экспертизы. Данный факт в настоящее время расследуется управлением полиции Алмалинского района по территориальности. Зарегистрирован он в едином реестре досудебного расследования по статье 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый, 91-го года рождения, установлен. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей. По результатам, по уголовному делу будет принято профсоциальное решение. У 62-летней женщины сотрясение мозга, переломы руки и носа, синяки и гематомы практически по всему телу. Сейчас куляж получает лечение и пока просто физически не может работать. Пострадавшая требует привлечь хулигана к ответственности. В противном случае намерена обращаться в прокуратуру. Денис Брагин, Кайрат Зиабеков, КТК, Алматы.